Мы продолжаем программу. Доброго утра. И сегодня отмечается Всемирный день зрения. И вот который год самым эффективным методом лечения разных отклонений зрения считается операция по коррекции лазерная. Она дает самый быстрый и самый ощутимый эффект и результат. Но почему-то все равно многие не решаются, многие чего-то побаиваются. Вот сейчас мы, наверное, поговорим с нашим гостем и все-таки попытаемся, возможно, избавиться, может быть, от каких-то предрассудков, развеять мифы и сомнения. С нами на связи Алена Золотова, офтальмохирург, лазерный хирург. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот вообще, когда уже можно задумываться о том, что нужно делать такую операцию? Какой возраст, я не знаю, какое состояние? Ну, это зависит от желания пациента. Вообще, самый лучший возраст – это с 18 до 40-45 лет. Так как до 18 лет еще зрение может быть падать, может быть нарушение, также рефракция связанная с изменениями в переднего отрезка глаза, что, в принципе, препятствует уже развитию проведения операции. После 40 лет, после 45 даже лет, меняется естественный процесс организма. Люди одевают очки для чтения, уже идут на плюсы. Тем самым тоже человек не хочет менять одни очки на другие. Но вообще после 45 лет есть какие-то противопоказания вообще? Ну, они чаще связаны с тем, что изменяется преломление в хрусталике. То есть суть заключается в том, чтобы мы же действуем на роговицу, на передний отрезок глаза. Меняя преломление таким образом, луч лазер попадает на сетчатку, и человек видит 100%. Но преломление, и наше изображение идет на роговицу, схватит к хрусталик, и дальше попадает в сетчатку. Поэтому, если изменения есть в глубоких отделах глаза, делать операцию коррекции зрения нецелесообразно. Вот такой еще вопрос. Очень многие переживают и боятся делать коррекцию лазерную по одной простой причине. Во-первых, думают, что это длительная операция, она занимает много времени. Болезненная. Болезненная, да. Очень многие боятся боли и неприятных ощущений. Ну и то, что восстановление занимает тоже продолжительный временной период. Вот давайте, может быть, развеем какие-то мифы. Это все предрассудки. Это все, опять же, наши страхи. Расскажите, как есть на самом деле. Да, пациент приходит на предоперационные обследования, когда ему исключают все противопоказания. Смотрит, какой образ жизни, какой лучший метод сделать коррекцию зрения. Именно этому пациенту. Эта операция проводится абсолютно безболезненно. Абсолютно безболезненно. В течение пяти минут каждый глаз оперируется. Очень быстро. Пациент после операции выходит, он видит еще часа четыре немножечко в тумане. Но после этого изображение потом становится четкое и зрение становится то, которое он видел в очках, в линзах. Но зачастую даже еще и лучше на самом деле. А не реабилитация, да? Сколько продолжаете? Еще, когда сказать, что люди боятся очень, часто спрашивают вопрос о том, что доктор, я не ослепну, я не получу ожог там роговицы. Это, опять же, исключено, потому что луч лазера попадает на роговицу. Именно на роговицу, нашу переднюю поверхность глаза, да? Обычно одеваем мягкую контактную. И он действует на роговицу таким образом, что испаряя ее в каких-то определенных, так сказать, участках роговицы, он не действует глубоко. Он не действует через весь глаз этот лазер. Поэтому весь процесс операции, он очень предсказуемый, он запрограммирован, он автоматизированный. Поэтому реабилитация очень быстрая. Человек на следующий день, в принципе, уже может садиться за руль, работать, сидеть за компюсом. Но все равно есть наверняка какие-то противопоказания после операции? Есть и показания к этой операции, не только желания пациентов зачастую. Есть и противопоказания. Их достаточно много. Это тонкая роговица, это воспалительные заболевания переднего отрезка глаза. Это изменения на сетчатке, глоукома, беременность, сахарный диабет и другие любые эндокринные заболевания. И плюс аутоиммунные заболевания. Это прям абсолютное противопоказание. А вот если небольшое отклонение, например, у человека минус полтора или минус два, но это доставляет ему неудобства в жизни, возьмете такого человека? Конечно. Если он хочет, если большое желание, если нет противопоказаний, почему? Конечно, можно. Это же мешает жизни человеку. Хорошо. Цена вопроса примерная. Все зависит от метода операции. А какие методы вообще? Ну, коротко. В чем методы могут различаться? Методы. Есть метод ФРК, так называемый. Он действует тоже на роговицу, но на передней поверхности роговицы. У нас роговица имеет несколько слоев. Метод ласик, фемта ласик. И самый последний смайл считается. Самый ходовой, хороший метод, потому что он делается разрез минимальный. И зачастую роговица у нас не страдает так, как при операциях на, допустим, фемта ласик или ласик. Для каждого пациента надо смотреть, какой ему лучше метод сделать. Поэтому тут зависит от показаний, от обследования пациента, который приходит. Хорошо. Тогда самая минимальная цена операции, которая была на вашей практике? Марина, все продвинет. 20 тысяч, один глаз. 20 тысяч, один глаз. Все, спасибо большое. Я интересуюсь, может быть. В собственных интересах. Как два ваших потенциальных клиента интересовались сейчас. Мы вас поздравляем со Всемирным Днем Зрения. Спасибо за то, что рассказали об этой технологии. Да, ну а я хочу напомнить, уважаемые телезрители, что с нами на связи была Алена Золотова, офтальмохирург, лазерный хирург. Ну что ж, теперь самое минимальное 20 тысяч, один глаз умножаем на два. Копите, Марина, копите. Ну а мы продолжаем и сейчас порадуем вас прогнозом погоды.